Она идет здесь, плитык, здесь идет, она такая, здесь нету, у нее угла. Угла нету, да. Угла нету, надо нам горизонталь делать. Хорошо. Вот эта плитка, значит, косяком. Ну, смотрите, здесь тоже не попали мы, видите? Я поняла, поэтому про это я ничего не говорю. Хорошо, а почему тогда здесь у нас? Эта стена, это никуда не пойдет. Нет, почему там прокатило, а здесь нет, я не поняла. Потому что я вижу, что там плитка, здесь она идет в плитык, горизонталь есть. Значит, она здесь, она не 90 градусов, но здесь она одинаково везде. Здесь 90 есть, но вам надо просто какой-то убрать, я не знаю, с какой вы начали. Просто вот найти середину, золотую середину, что пускай здесь будет больше. Ну, вот смотрите, я снизу укладываю, я не сверху укладываю, я снизу. Снизу укладываю и пришел вот к этому, к третьему шву, который вот как раз сильный разбег. Вот этот, правильно? Правильно я говорю? То есть, что мне надо делать вот с третьим рядом? Я же снизу начал. Эта плитка мне кривая попалась уже сверху. Что мне надо делать? Подточить? Там подточить. Не, я просто спрашиваю, что делать с этой плиткой. Я не могу такую работу принять. Не, что мне с этой плиткой делать? Вы мне скажите, я сделаю. Я переделаю. Ну, куда? Что, какую конкретно? Конкретно? Да. Мне несложно переделать. Скажите, я переделаю. Только я уже записываю на камеру, чтобы потом не было, что еще другую. Нет, записывайте. Вот эту оставьте. Вот эту оставлю. Вот эту двигаете. И эту двигаете. Потому что здесь впритык, она даже шели нету. Видите? Здесь мы можем подвинуть. Короче, вот эту я снимаю. Вот эту двигаете вот сюда чуть-чуть. Да, вот эту. И эту двигаете сюда. Вот эту двигаю. Естественно, уже вот здесь. Естественно, там щель будет. Мелкая такая шель будет. То есть, это нормально, что там будет щель, правильно? То есть, сразу я просто... Потому что, чтобы это увидеть, это надо на ванну встать. И вот это. Она не бросается в глаза, понимаете? А вот эта линия, она бросается. Я понял. Вот такая. Хорошо. Но смотрите, я сразу скажу. То есть, если я вот эту сейчас снимаю, то, соответственно, и эту снимаю, правильно? Потому что она же тоже шов идет. Правильно? Придется. То есть, получается вот эту снимаю, вот эту снимаю. Потом, эту снимаю и эту снимаю. Четыре плитки. Да, видите? Или нет? В этот санчичек. Пока это надо будет сюда подвинуть. Естественно. Ну, то есть, верхние две. Видите, вот это ровно светлёвно. Хотя здесь попало. Я же снизу и делал. Значит, и эту две. Значит, получается, и все. Четыре плитки. все понял четыре плитки я снимаю но там получится сразу говорю щелка ну затрется я в том плане что не было никаких мне я не спорю я я понимаю что вот вы говорите это ненормально я не спорю но мы сейчас к чему сошлись к тому что вот отсюда мы шли а здесь получается у нас получается значит получается здесь на угол мы грубо говоря закрываем тогда глаза и перекрестие делаем идеально правильно но если мы не я понимаю я понимаю но просто я же говорю я снизу я же снизу что если бы я сверху ушел я бы сделал там щель сразу потому что а вы попалась сверху плитку нет я ее не прикладываю по одной простой причине когда нижний ряд прогоняешь он уже может быть кривой самый первый ряд то есть сейчас вот ты вторую плитку ложь а может быть из то что первая кривая плитка вот это все пошло правильно может быть а это будет ясно когда уже четыре плитки то есть вот они вместе соединяются уже что-то понятно вот смотрите вот вы положили одну снизу вторую изложите смотрите чего получается у вас уже вот из-за того что вот это вы допустили вы это вы могли бы вот это просто подвинуть сразу взять как она сырая нет вы это оставили ну а вось пройдет а там уже еще хуже понимаете здесь сразу остановиться и и вот вы у вас даже место есть подвинуть вот чуть-чуть подвинули но я верите верхом уперся то есть я бы подвинул если бы она двигалась а имеется ввиду суда не но я говорю если принципиально вот эти перекрестия а угол не то что видно а там видно получается здесь и горизонтально нет вот посмотрите через телефон смотрите горизонтально нет вот так делаете пальцем она пошла чего я пошла вот это пошла вверх у вас вот здесь косяк получился и оттуда все ушло наверх ушло но это как вот на таких швах то не сказалось я же говорю мы отсюда пляшем вот здесь нет горизонтали нет и здесь нет горизонтали нет сейчас почище посмотрим здесь кстати есть горизонталь есть здесь есть горизонтали же говорю плитка кривая вот смотрите наглядного вы просто не хотите сюда смотреть посмотрите на этот вид вот видите горизонталь низ а вверх смотрите на сколько плитка уходит ну а какой горизонтали вы говорите нет но вы сейчас говорите разница ну и здесь у нас шовчик такой не очень хороший получилось согласны из-за этого из тоже плитка выше я же это понимаю а вот если мы крестики взяли а если бы мы крестики взяли чуть потолще мы могли бы это разогнать крестики 23 миллиметра но я понимаю но когда кривая плитка как раз для этого берется чтобы разгонять то есть я могу чуть-чуть наш вес играть я же говорю я снизу я не сверху здесь плитка ровнее ровнее было да я же говорю как вот пошли коробки внизу где они откуда не знаю они какие-то все кривые были сюда здесь я калибровал вы сказали здесь вот видно но где-то же плитки должны остаться вот они сюда и все ушли у нас ну какие остаются я же не могу до бесконечности калибровать они же заканчиваются вот видная часть я понимаю но я не буду заниматься калибровка я вам еще они очень ранимая их когда ставлю уголок у них скалывается углы хотите занимайтесь это отдельная работа то есть калибровка плитки она время занимает я понимаю но это что не углы 90 градусов с уголком каждый угол надо проверять у вас смотрите этот угол 90 этот 90 здесь не 90 может быть такое может ну вот для наглядности смотрите сюда даже представить потому что я вам объясню знаете почему сказать потому что я переживал может быть другая сторона медали может быть так что там будет наверх придет какая-то пол сантиметровой щели есть такое может быть может но она из вы сделали притык низ щелка низ но если вы сделаете притык вот получится надо как этого отталкивается пусть будет здесь чуть больше и чёрт с ним там учет затирка будет и там в угол надо залезть посмотреть это не имеет равных сахарик линейка но а здесь это очень видно это самое видное место я считаю этот углы шовчик еще более-менее нормально вот это да вот это уже ушел чуть больше и то все останавливается эти четыре плитки я переделаю правильно все вот этот угол тоже видите вот этот угол не нужно мы могли это плитку 1 видишь и позволяет не моя плитка не могли по одной простой причине мне надо в линию попасть понимаете у меня вот кстати вот это вот линия самая последняя мне нужно в линию попасть я сейчас там задеру выше ниже я уже здесь не на грамм не вот так вот так думали подвинуть надо было нет потому что вот здесь нормально здесь нормально это плитку ушла но вверх коснулся вот вверх самый коснулся опять плитка кривая не коснулся вверху он идет вот на это не будем обращать кстати что там еще 13 и на какой высоте по центру плитки ниже выше нет я имею ввиду сейчас у вас то дырки нету ниже надо в гипсокартоне сначала сделать но то есть это низ я вот про это говорю сейчас мы сделаем пошел скажите чем пошел то есть и задрать надо или чё как по идее она должна до верха идти по идее даже канал ну ладно все короче решили сверху мы нет нет снизу вот отсюда вот отсюда а вот где-то вниз так там вниз мы мерили что вот отсюда 13 вот от этой линии помните вот отсюда мы мерили сюда получается 13 вот к этой линии приходит еще мерил что попадает вот так вот так 13 то есть вот сюда уходит вниз значит получается до вот этой линии до этой линии мы сказали получается у нас 16 сантиметров сверху но я вообще чтобы размер нашли с дырку закрою и у нас этот размер исчезнет чтобы он был как бы на запись так 16 16 начинается дырка у нас то есть отсюда начинается окружность отсюда окружность начинается она вниз пошла на 13 сантиметров отсюда правильно давайте еще раз я покажу вот 13 сантиметров 13 сантиметров вот так 13 вниз вот настолько будет дырка заходить вниз есть место да и мы же я же туда пальцы засовывал то есть как раз вот так вот упирается 13 так и значит от стены от этой мы сказали что 2020 всего откуда будет начинаться вот где меточка 20 и от этой точки сюда 13 откладываем правильно но вот сейчас скажу если 13 то на на 7 он где 7 сантиметров вот 7 сантиметров то есть вы здесь будет начало отверстия вправо уходить то есть здесь линия будет окружность начинаться то есть вот отсюда и сюда будет вот на 20 сантиметров найти ну и соответственно вниз то есть от угла получается 7 сантиметров вот от этого 7 сантиметров начинается отсюда сверху мы сказали 16 сантиметров 16 сантиметров и будет начинаться отверстие отсюда то есть отсюда 7 отсюда 16 все